с вами андрей у нас рыцари бумаги и пера 3 часть собственно сегодняшнем выпуске я планирую пробежать данж до 25 этажа получить ачивку если ничего особо больше не изменится то это будет последняя скорее всего серия по текущей игре потому что остальные достижения просто не открывается как бы ничего нового кроме пробития данжа там нету финального босса как вы помните мы пробили поэтому нам особо там ловить ничего посмотрим к сможем ли мы пробить три этажа я надеюсь что до до 25 и на этом закончим также я посмотрел то что у меня у оружия есть эволюция подготовленная собственно давайте прокачаем уровень нашего персонажа у нас собственно мы играем уже 66 день у нас в ледяную арбу получили прошлой серии я собственно выложил все сочетания арбы которого возможно по крайней мере которые для меня были доступны я вам их выложил тоже что вы имели представление о барбах как именно сочетать и так далее я их уложил в начало видео что вы посмотрели собственно забираем ежедневную награду выбираем энергетик давайте все склянки заберем на всякий случай а лишние склянки не будут с недавним обновлением разработчик и ввел такую возможность то что склянки снимает яд и кровь и остальные там сеть и так далее собственно и свитки тоже снимают поэтому их наличие будет очень очень важно иметь при себе собственно говоря про перевод собственно берем арбу восхождение так называемое давайте переведем на следующий уровень прокачался сюрикен давайте переведем на следующий уровень как вы видите у нас ап и папа и цикрит 22000 давайте его переведем сбрасывается уровень у меня в данный максимальный был уровень вот обратите внимание у меня стало легендарное снаряжение как вы видите у него цвет изменился что удивительно я даже не ожидал такого ну давайте по закидываю немножко статов чтобы она в дан же не сильно качалась собственно лагерь прокачивается собственно город который мы находимся в данный момент он прокачивается за кристаллы кристаллы можно получить с помощью ежедневных заданий с помощью выполнения достижений что мы собственно планируем делать часть и также выполнить пробитие данжа для вы пробиваете этаж в первый раз такое нововведение в разработчику буквально недавно у нас версия 134 приложение вот разработчика недавно навел что собственно помимо раньше было золото гемы сейчас просто гемы собственно прокачивается здание поэтому давайте немножко закинем этот чакрам почему в чакрам потому что но это наше основное оружие для роги у нас урока дпс р но это основное оружие поэтому мы закидываем в него побольше чтобы он просто посильнее дпс у эффективнее конечно синими слитками закидывать но у нас как видите нет синих слитков поэтому давайте хотя бы до 10 уровня дойдем всего может быть три звезды для того что перевести нужно прокачать заряжение до максимального уровня можно и раньше но это не менее эффективно будет максимальный уровень у получается серого оружия это 10 у зеленого 15 у синего 20 у фиолетового 25 и собственно у оранжевого на за 30 уровень чтобы перевести на следующий уровень апгрейда вот давайте посмотрим что у нас по достижению ежедневные задания какие у нас собственно спастись от яда выполнить реквест нпс убить рогой убить каких-то монстров и паф получить 4 благословления благословление получаются за рекламу собственно она в храме на благословление висят около часа реального времени мы остановились на двадцать третьем этаже в данный момент по поводу ключей они восстанавливаются раз в час реального времени собственно и вы можете раз в час попробовать еще раз по персонажам давайте вкратце пробегусь что вы имели представление собственно у меня варф фишер дварф фишер это 10 процентов шанс того что атакует именно его клерик собственно техник но это свеженький кого мы открыли получение дополнительного опыта человек рога дварф кузнец просто чисто на силу что больше урона вносил шаман человек констеболя рандомный враг в начале боя получают самую низкую инициативу и паладин варф рокер ну так называемая защита от сала то есть он сам бьет салом но сам от него защищен то есть если по на нам на нас повесят зеркало мы собственно можем от него избежать также забираем 500 монет ежедневно они раз в 24 часа кулдауницы реального времени собственно вот так вот у нас выглядит карта в целом больше карта не открывается у нас есть три закрытых достижения которые никак не открываются слова совсем по крайней мере на моем уровне у меня 46 уровень персонажей вот у нас три достижения которые я пока не не знаю как открыть знаки вопроса понятно причинам непонятно как открыть вот три достижения которые непонятно как открыть также знаки вопроса вот собственно 25 этаж который я хочу забить открыть его но собственно с 9 я думаю качаться особо не будет смысла и к вопросу понятно причинам непонятно как открываются 25 закрываем и если эти квесты не откроются то можно будет закончить на этом давайте попробуем собственно по данжу что касаемо вере рад который вы видели награда она крайне редкая то есть она может быть вообще не падает поэтому не всегда иррационально и и мы нашли сундук она сундук он не откроется без собственно костра поэтому он чем нужно найти костер руга ходит первый потому что у него брелок инициативы танку очень больно его пол лица сняли уже давайте полечим танка даем ему защита то что вы слабее били паладину даем гард ауру просто начинаем накидывать ходит рога по сам сколько хп и 4000 давайте снесем 4000 забираем вот это чудо выпали пару свитков для нас они не актуальны единственное в чем полезность свитков том что они собственно мы нашли переход в обратную сторону как бы смешно не звучало посмотрим что это за бой собственно тролль 23000 ну пипец куда такой нахер тролля ну понятное дело мы не убьем такого тролля по крайней мере на первом ходу нам просто урона не хватит чтобы его добить потом просто вкачиваем дождь ходит тролль если он не ваншотает никого то в принципе мы продолжаем если он хотя бы одного из наших ваншоты то нам нет смысла дальше продолжать даем гард ауру паладину он кидает сеть это очень плохо от сети можно избавиться но танку все равно на сеть поэтому он может и особо и не заморачиваться если бы он кинул сеть на рогу тогда это было бы печально снесли еще одного точнее двух остался один жирный у него 22000 23 даже таки накидываем на тикающий урон ему очень больно но он бьет танка на 13000 но его это никак не поможет там потому что вы где выдержит его удары что вы понимали у танка блокировка урона сейчас вам покажу она я после боя вам покажу собственно сеть как видите мы одним ударом я попытались снять но не смогли разорвать сеть собственно и как видите он потек а еще плохо на мой взгляд сделано то что разные доты работают по-разному то есть у нас например есть несколько типов дотов это ржавость давайте посмотрим общее хп у них 556 ну выбираем 6 из просто сносимого разные доты работают по-разному например яд работает после хода врага кровоток работает перед ходом врага как и собственно роты огонь работает постоянно то есть каждым ходом врага и собственно каждый ход вообще всех поэтому там доты по-разному работают доты это отрицательные дебафы которые тикают на врагах со временем собственно поэтому давайте посмотрим сколько у нас тут ну да я думаю они все проиграли вот и срезаем одного и остальные все падают а собственно мусорная броня и скорее всего мусорная книжка судя по отсвечиванию да книжка 7 тира для нас она бесполезная наша задача найти костер у нас что-то как-то вот я нашел костер отлично собственно тут она в первую очередь ваншотать номер три точнее он уже номер 9 потому что это маг который кидает сон у нас нет защиты от асна а сэндвич дает на стежок бою силу на 5 боев для одного персонажа по идее для нас он бесполезен давайте накинем на него дебафа вот видите огонь горит они получают урон каждый ход ведь или то есть он вроде не ходит но в то же время ему очень больно давайте его срежем чтобы он не бил нашего танка собственно установили немножко магии отряда что касаемо картошки она квестовый предмет собственно также она как видите 600 боев увеличивает максимальное здоровье на 5 боев для одного персонажа и вот собственно силу на сэндвича 5 пунктов самом деле для воина это в принципе неплохо я думаю даже можно было бы сейчас провязать их но я и как видите не взял с собой предмет я взял топ кофе но его 4 и она повышает минт а минт нужно только двум персонажам поэтому оно оно такое себе включили костер тем самым мы видим куда нам нужно идти вы помните сундук был назад то есть нам нужно возвращаться назад открываем сундук получаем 34 гемы и мусор остальное не считая авокадо авокадо в основном квестовый предмет двигаемся дальше на выход выход скорее всего будет там потому что мы в этой локации не были собственно жужа 2 гоблина и малый отражатель но в принципе они не особо страшно единственное тут у них очень много здоровья на жужа единственный бьет ядом еще причем она даже в пассивной атаки бьет ядом то есть даже если вы дадите ей сало на самом деле что не очень давайте накидаем дебаф который накинется собственно накинулся огонь и отлично начало скорее всего дать течет паладин добирает жужу нашу уже больше не ходит и собственно добираем гоблина у нас уроки удар 12000 стал нам нет смысла переходим на следующий этаж на 24 у нас большой даже если непонятно зачем кнопка поиска я вот сколько раз нажимал на ли я честно я не понимаю зачем они здесь я понимаю зачем кнопка склянки зачем кнопка поиска непонятно собственно сходу видим сундук тут собственно у нас малый отражатель жук и мутант скорпион у скорпиона 1 шлепать то что он самый жирный из них не он самый мерзкий будет забираем этого жучка потому что он может на вас накинуть первый ход он кидает метку метка она не такая страшная как могло показаться но потом он кидает масса огонь что очень мерзко может быть поэтому от жука лучше держаться подальше собственно мы нашли сундук но не можем его открыть потому что у нас нет вот мы нашли костер собственно но она в любом случае нужно их пробивать потому что мы по-другому не пройдем собственно отражатель нам нужно убить его в первую очередь потому что если хотя бы у кого-то из врагов будет гард так называемая защита либо абсорб то этот отражатель будет защищать и как вы помните мы дрались уже против отражателей большого количества и против барана там принцип очень простой и отражатели надо добить руками иначе вы просто не убьете ну 30 кровотечений я думаю он уже погиб поэтому мы можем особо не заморачиваться склянка бесполезный 1 уровень очень мало восстанавливает забираем собственно костер два тролля жирных тролля это чемпионы судя по всему давайте посмотрим что ну да это и эти чемпионы бесполезно на самом деле ребята жирные бесполезные они бьют отражание если они они как объяснить они контратаковать вас будут они на себя этот дебаф должны наложить но они этого не смогут сделать потому что они скорее всего погибнут раньше как видите мы убили этих троллей так называемых я тенов собственно включили костер нам подсказывает то что костер активирован ну тут было без вариантов нам нужно убивать номер девять потому что это личинка призывает хотя можно и не убивать она сплошом упасть да я думаю она сплошом упадет давайте забьем библию собственно как видите личинка упала немало хп на было бы побольше хп мы бы и тогда долго били бы как видели удар ядом прошелся после того как он ударил на самом деле это очень мерзко я не собственно сколько раз буду это повторять потому что ну просто элементарно нечестно собственно книги седьмого тира бесполезная но она в любом случае она обманем этого это насекомое но в любом случае его придется убивать потому что мы зайдем собственно тут скорее всего я посмотри сколько пхп будет но скорее всего будет первым ваншота циетин да у него он жирнее всех поэтому он первые шлепается собственно получили зеленый пояс он бесполезный собственно сколько хп у нас тут можем на этого таракана накинуть чтобы он не расслаблялся он собственно 150 умножить на 15 собственно достаточно большой урон то есть около 2000 урона двух с половиной он получит то есть минус таракан уже по сути убили мелкого этот таракан в любом случае походит но нам не актуально это уже будет его можно добить но он сам до течет еще чудо умудрилась нам урон нанести как видите этот тролль еще умудряется абсорбить урон вот в чем бесит это вот отражение видите она точнее яд она яд ходит после они перед вот из-за этого очень очень мерзко сделано а у нас рога бьет собственно минусовая скорость смешной смешные атрибуты забрали получили 36 гемов и сэндвич как вариант кстати говоря как уроки дать еще плюс 5 силы давайте нам так и сделаем плюс 5 силы на 5 боев для роги это будет мне кажется москов собственно вот этот у нас это специя которая были у повара в ранних версиях а все остальные предметы вы видели уже и вы можете посмотреть в магазине они продаются собственно выходим отсюда мы уже все пробили нам не актуально ну понятное дело нам с ним придется драться потому что он нам перегородил дорогу и мы никак мы не можем обойти убираем собственно реинкарнирующего тролля проходил гоблин очень много урона значит самое смешное что у меня уроки самый высокий процент уклонения и он не смог уклониться у него уклонение 2000 у других уклонение вообще копеечная 1000 то есть 1000 а у него 2000 и по нему все равно пробивают вот как это работает а номер пять собственно ходит давайте уберем жука жук упал давайте бомбить этого жук упал наша дача вырезать гоблина а гоблин сплошом и лучника срежет уроки и не хватает магии надо ему восстановить немножко ману давайте ему апнем маны давайте посмотрим сколько ему не хватает мы не хватает где-то 500 около того давайте поищем склянку на 500 маны ну вот собственно склянка на 500 маны дороги будет нормально 300 раз нужно умножать на склянку чтобы она сработала видим еще двое тут отражатель самый мерзкий но тут нет защитников поэтому отражатель в принципе нам особо ничего не сделает поэтому мы вырезаем тифлинга первую очередь сейчас будет очень больно как видите отражатель должен падать 1 потому что мы получаем очень сильный урон нам нас нам регенерация не 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 помогает избавиться от него ходит отражатель урон по площади достаточно больно но я думаю мы уже руками его забьем как и всех остальных как вы видите отражатель должен падать в первую очередь потому что это гнида то еще как вы помните яд работает после хода противника поэтому отражатель вообще по идее первую очередь должен щелкаться если их очень много то лучше конечно пробивать аккуратно посмотрим сколько хп собственно бабочка 9000 она 1 и падает это бабочка яд кидает при пассивной атаке накинули рот и собственно ротает понижение хп сколько у них хп тысячи тысячи маловато будет добираем жука точнее каскать он сам себя доберет рот и также переносится но но как-то через одно место переносится из разряда только по одной линии то есть если мог бы стоит на разных линиях на них это не подействует срезаем гоблина полечили паладин и получили камешек за мини-отражателем собственно переходим на 25 этаж мы получили достижение мы можем выходить мы получили достижение которые хотели давайте заберем награду собственно 50 гемов сферы восхождения и 150 монет следующее у нас достижение у нас король собственно так называемая благородная дама и белка закрыты все остальное закрыто собственно собственно достижение на 99 слишком далеко 50 уровне качать это очень долго остальные закрыты у них знаки вопросы висит поэтому для нас в принципе прогресс игры закончен а персонажи у нас также недоступны у нас техномант и собственно артификал 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 ну да собственно они для нас закрыты также у нас закрыты два класса сейчас я вам покажу а через гильдию вот как видите у нас эти два закрыты также закрыты до уйди ты вот у нас закрыт еще еще один этот так называем инстингатор он скорее что типа навигатор но факт том что у нас закрыты непонятно как его открывать вот он нашего ребята открыли уровень давайте их прокачаем нам также подсказывает что мы что-то от 0 это броня давайте подкачаем на двадцатый уровень как вы помните двадцатый уровень у синего снаряжения то максимум то есть видите на 20 уровень макс написан и по собственно мы его подкачали мне больше всего в данжах раздражает то что вы легендарные предметы которые в элера вы их не получаете от слова совсем то есть вам их просто не отдает я бы не за сделали так чтобы они подали и либо не знаю класть такие предметы которые выпадают но опять же кто я такой чтобы судить заработчиками не ну принципе все а смотрите фиолетовая вещь выпала на скорость на самом деле она бесполезная в целом надо еще посмотреть изменилось ли что-то вообще в целом имеется ну какой-то квест не квест дополнительный но например фиолетовая вещь и скелетов можно убить без проблем но они вещь бесполезная которая она дает единственное на расщепление можно отправить на так в основном она бесполезная столкнулся также с багом здесь был квест на собственно обучение у меня потом игра после этого вылетела вот в этом лесу текущим причем хотя у меня персонажи были 40 плюс достаточно высокого уровня тут как видите нету давайте все сейчас пробежим к локации собственно новых квестов нету по это самый стандартный квест имеется ввиду тот квест на например на на класс либо на что-то похожее нет таких пока квест чисто обычное выбивание гоблинов и так далее сейчас все полностью локации по сети посмотрим в целом минске у нас чем могут быть затяжные бои но я думаю что для вас не сильно критично собственно красные пустоши давайте добежим потом до города сразу на этого красного но опять же я просто делал квесты на собственно короля на благородную женщину на белку и ничего собственно особо не изменилось то есть вы видите да на 15 уровень серый меч ну вот нафиг он мне нужен я понимаю что его в теории если раскачать он там повысит свой класс и так далее но это не знаю как это распределение лута странно может я что-то не понимаю двуручный топор нам особо не интересен и тем более он зеленый понятное дело что квесты рандомные то есть у меня собственно здесь нет квестов как вообще качать ну как вы зашли как вам прокачиваться собственно чтобы вам прокачаться вам нужно будет вот собственно можно арбу выбить из текущих рыб сейчас покажу если они есть здесь да вот вот с этой вот рыбина по крайне мере по квесту именно она просится сначала идете в башню ну сначала конечно треугольник у вас если вам покажу к счету треугольники имею ввиду он собственно вот этого треугольник который вот у вас 1 2 3 у вас треугольничек потом идете в башню бьете башню то есть треугольник примерно уровне до 10 башня уровня до 15 потом плавно перетекаете в сети так называемый подводный город и уже он уровня 20 20 20 плюс до 30 можно смело качаться в этом городе потом уже остальные квеста но они такие сомнительного содержания то что в основном вы будете на подводном городе качаться он основной он во первых локация сама по себе близко и она очень дешевый переход у нее поэтому очень удобно качается и там квестов достаточно большой объем идет то есть не по одному как например здесь видите один квест нет несколько поэтому очень удобно качаться вот именно в подводном городе и собственно в деревеньке рядом с ним ну как вы видите мы посмотрели все локации на нас напален да это я думаю судя по всему финальный бой будет для нас но тут они скорее всего все упадут за один удар то они все упали за один удар а нет я не того убил ну ладно тут факт том что они бой окончена не проиграли непонятно просто зачем тогда ставить дополнительные достижения если они недоступны собственно бой окончен мы победили поэтому как то так то есть у нас получается в данный момент еще не открыта профессия собственно вот этого навигатора будем грубо его называть так также у нас не открыт еще два персонажа так вот этот техномант и собственно этот вот артифик на все остальные у нас открыты это ниндзя лич маг спирит велкер гард диан и хантер собственно остальные все открыты поэтому дальше судя по всему можно так продолжать дальше бить не знаю зачем уровень ему качать я обзнал я боевую из первого уровня как качал бы так дальше вот собственно я думаю мы на этом закончим с этой игрой то что ну как бы ничего особо больше не изменилось да можно какие-то там классы откроются но опять же по достижениям мы собственно пробили все то что могли пробить знаки вопроса не понятно как открываются девять девятый уровень персонажа это прямо от колено до хрена к опять персонажей этой вдвойне много знаки вопроса не ясно как открываются ничего нет информации а собственно кузнец белка и благородная дама они гузнеца король и благородные дамы и белка тоже непонятно как открываются у меня по крайней мере нет этих хвостов в данный момент знаки вопроса тоже непонятно как открываются поэтому я думаю мы на этом закончим можно считать в принципе что мы ее полностью пробежали до мощный на максимальный уровень но все-таки поэтому всем спасибо за просмотр с вами был андрей всем пока а